Так, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова спросила Владимира Путина о мобилизации. Будет ли еще одна волна мобилизации? К чему готовиться? Все-таки люди должны видеть и эту перспективу. У нас из 300 тысяч мобилизованных, наших бойцов, мужчин наших, защитников отечества, 150 тысяч, находятся в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть половина в войсках, в группировке, находятся в группировке. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, это 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку, ну вот, в зоне проведения операции. Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это так и назвать, это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Продолжение следует...